За подписью главы государства вышел указ о мерах по созданию благоприятных условий для бизнеса в период реформы налогового администрирования. Документом определено, что с 1 июля этого года упраздняется порядок применения повышенных налоговых ставок по отношению к неиспользуемому недвижимому имуществу и приостановке действий льгот. Помимо этого упрощается администрирование НДС. Комментарий программы раскроет суть. Ни для кого не секрет, чем понятнее прозрачная система налогового администрирования, тем проще бизнесу ориентироваться и выстраивать среднесрочные и долгосрочные перспективы. В то же время это стимул для работы в рамках правового поля и большой плюс в плане привлечения инвестиций в ту или иную сферу. В Узбекистане вдобавок к этому идет процесс цифровизации налогообложения и снижения налогового времени. В данном контексте стоит отметить, что в эти дни проходит всенародное обсуждение Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. В частности, от граждан поступило множество предложений касательно упрощения налогового администрирования, снижения налогового времени для предпринимателей, создания еще больших удобств для их деятельности. И указ президента о мерах по созданию благоприятных условий для бизнеса в период реформы налогового администрирования стал одним из первых документов, который оперативно среагировал на сигналы со стороны бизнес-структур и вобрал в себя инициативы предпринимателей по облегчению их всесторонней деятельности. Документом определено, что с 1 июля 2022 года упраздняется порядок применения повышенных налоговых ставок по отношению к неиспользуемому недвижимому имуществу и приостановке действия легот. Напомним, что на сегодняшний день работает схема, по которой тот же объект строительства облагается налогами в двухкратном размере на срок до трех месяцев, в пятикратном размере в радиусе полугода и в десятикратном размере на год, с повышением ставки еще в два раза в последующие 12 месяцев. Например, до внесения данных изменений, если у налогоплательщика по тем или иным причинам он не использовал здание, то есть здание пустовало или же не использовалось по назначению, то ему приходилось платить ставку налога на имущество, например, в двухкратных, в трехкратных, даже в десятикратных размерах. А это само собой влияло на его деятельность, то есть влияло на его оборотные средства. То есть он мог бы эти средства вложить на свой бизнес и развивать еще, создавать рабочие места, дополнительные рабочие места. С учетом данных предложений было внесено указом отмена действия на налоговый механизм. Начиная с этого года введена максимальная стоимость одного квадратного метра объектов недвижимости. В Ташкенте это 2,5 миллиона сумм, в Нукуте и областных центрах 1,5 миллиона и на другой территории 1 миллион сумм. Кстати, раньше сумма налога рассчитывалась из расчета балансовой стоимости недвижимого имущества. В результате 4,5 тысячи юридических лиц, имевших на балансе недвижимости, попросту не платили налог. Те же 1800 юридических лиц, что платили налог на имущество, осуществляли расчет его суммы в 2, а порой и в 100 раз ниже рыночной стоимости объекта. Чтобы предотвратить резкий рост налога на имущество, его ставка была снижена с 2 до 1,5%. А местным кингашам народных депутатов предоставлено право применения двукратного пониженного коэффициента. Ранее, когда использовался данный механизм, то девелоперы и застройщики, приобретая здания и сооружения на земельных участках, была большая доля вероятности, что им, вероятно, могут быть доначислены данные виды налогов. Хотя мы в установленном законном порядке своевременно получали всю исходно разрешительную документацию. А как мы знаем, это требует относительно промежутка времени, в районе полугода. Соответственно, данное нововведение активно будет способствовать дальнейшему прогрессивному развитию сферы предпринимательства в строительной отрасли. В связи с этим, что расчет налога на имущество полностью переведен на рыночные принципы, механизм повышения ставок на неиспользуемое имущество потерял свою актуальность. К тому же, применение некоторых требований налогового администрирования и мер взаимодействия по ним приостанавливается до 1 марта 2023 года. В частности, это касается взаимодействия в рамках новой информационной системы налогообложения. Многим предпринимателям необходимо время, чтобы полностью освоить нововведения. В этом плане их предложение нашло свое отражение в указе главы государства. Также не будут применяться санкции за неправильное отображение идентификационных кодов товаров. Сейчас в систему внесены 3,5 миллиона товарных идентификационных кодов более чем 103 тысяч производителей. Приостанавливается применение требований об обязательном отображении товарно-материальных ценностей в системе «Еактив». На данный момент в ней находится информация о 7 тысячах складов и 64 миллионов товаров. Определенные продления были до 1 июля, сейчас идет продление до 1 марта. Мне кажется, это достаточный период, чтобы привыкнуть к системе, понять, как она функционирует, задать соответствующие вопросы налоговым органам. Они поймут тоже, как это работает. И механизм станет намного лучше, прозрачнее. Это благотворно повлияет на предпринимательскую среду и позволит повышать какие-то показатели в Узбекистане. И, соответственно, приведет к лучшей атмосфере и культуре предпринимательства. Помимо этого упрощается администрирование НДС. Плательщику, чей оборот составляет свыше 1 миллиарда сумм и импортирующей продукцию без предварительной проверки, автоматически выдается соответствующее удостоверение. Предоставление данной преференции дает налогоплательщику рационально использовать свое время. То есть в действующем порядке налогоплательщик после подачи заявления на плательщика НДС, он должен был ждать определенный срок времени. Но фактически он мог бы сразу получить данный код и уже начать свою предпринимательскую деятельность как полноценный налогоплательщик. Учитывая данные аспекты, принято решение предоставить код плательщика НДС в автоматическом порядке, без изучения каких-либо налоговых рисков у налогоплательщика. Сегодня зарегистрировано в качестве плательщика НДС 95 тысяч предпринимателей. Перед приостановкой действия удостоверения обязательного плательщика НДС в случае наличия высоких рисков необходимо будет оповестить представителя бизнеса за 5 дней и тем самым дать возможность исправить имеющиеся недостатки и упущения. Все эти меры позволят упростить и облегчить деятельность предпринимателей, увеличивая тем самым свое присутствие в ВВП Республике. Продолжение следует...